Итак, уважаемые гости, я попрошу минуточку внимания. Мне кажется, очень символично, что сегодня, в последний день лета, мы окунулись в пространство в столь прекрасной выставке заслуженного художника Российской Федерации, члена корреспондента Российской Академии Художеств Константина Семеновича Войнова. Поэтому, позвольте вас поприветствовать еще раз и предоставить слово заслуженному художнику Российской Федерации, председателю правления Красноярской региональной общественной организации Союз художников России Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Сегодня же праздник не у меня, у меня каждый день праздник, потому что выставки в Красноярске, они сегодня, например, две в один раз, хотя удивительно, что музеи между собой как-то не регулируют этот процесс. Просто сегодня у всех возможностей еще выйдет открытие выставки Белинского, к его юбилею со дня рождения. Не успел дойти до конца выставки, потому что невозможно протолкнуться от желающих прикоснуться к творчеству Константина Семеновича Войнова. Я думаю, что очень много слов будет сказано, просто от себя мне хочется сказать очень коротко. Это вот как раз тот самый вариант, когда талант умножен на огромное трудолюбие. Хочется от души поздравить, Костю поздравить музеи всех нас с замечательной выставкой. И я так понимаю, что количество этюдов в ближайшее время будет означать количество картин и как минимум 20-30 больших, огромных выставок. Всех поздравляю еще раз. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вы абсолютно справедливо сказали, ведь на нашей выставке представлено более 170 натурных этюдов. Поэтому, безусловно, мы очень надеемся, что данные этюды превратятся уже в полноценные полотна. Итак, позвольте предоставить слово Марине Валентиновне Москалюк, доктору искусствоведения, исполняющую обязанности ректора Красноярского государственного института искусств и, конечно же, нашему большому другу Марине Валентиновне. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие гости, вот вы знаете, я сейчас хожу по залам музея и радуюсь, потому что это вот та выставка, когда на каждой из этих маленьких этюдных работ глаз пирует, наслаждается, а душа радуется. То есть мы с вами сегодня на выставке настоящего искусства. И вот я рада этому, что наши залы опять стали такими. И когда я зашла, вот вы говорите о том, что будут другие большие выставки, действительно, Константин Семенович, я прям вспомнила всю его биографию от первых индийских этюдов, по которым уже есть большие и очень большие, очень известные работы. Потом эта замечательная Иерусалимская серия, которая когда-то висела в нашем же музее на Красноярском рабочем, удивительная, светлая, пронзительная. И дальше, дальше, дальше. И вот все мы можем говорить и о новшествах, и о том, что художник имеет право на любой буквально язык. Но вот эта вот этюдная работа в живописи, я думаю, не знаю, студенты, живописцы, профессионалы, вот как здесь у нас замечательный директор нашего училища стоит, мы все понимаем, что это такое, вот такая радость и такой труд за всем за этим. И очень честная большая художника, когда он не уходит от проверки глаза натуры, не работает исключительно с фотографией, а работает вот во всех этих поездках, даже в Таиланде, с собой тюдник и смотрит глазом художника, а не глазом фотографа. Кустя, ну позволь тебя вот просто обнять. И нас всех поздравить вот с тем, что мы видим настоящее искусство, настоящее художника, и учимся вместе с ним видеть этот мир красивым и светлым. Спасибо большое, Валентина Валентиновна. А сейчас хотелось бы предоставить слово народному художнику СФСР Валериану Алексеевичу Сергееву, и, конечно же, старшему товарищу Константину Васильевичу. Валентина Валентина Алексеевича. Спасибо. Ну, вначале мне хочется Костю поздравить с прекрасной и потрясающей выставкой, именно вот этой премерной выставки. А теперь разрешите мне пару слов сказать. Эта выставка имеет огромное значение еще и в том случае, что это большая подпитка для студентов, для учащихся художественных школ, училища, института и всех, кто любит искусство. Было время, когда вот такими выставками художники отчитывались из поезда, то есть такие выставки были, но этот милый ручеек каким-то образом потихоньку прекратился журчать. И Костя как бы возродил этот ручеек, я надеюсь, что который побежит теперь, и за этой выставкой художники будут выставлять свою кухню. Ну, этюды, пленерные работы – это кухня художника, это самое дорогое, что есть у каждого художника. Это, во-первых, это первая любовь, это первое свидание с природой. И вот чем дороги такие выставки, и чем прекрасна и дорога эта выставка. Но пусть он приготовится и к тому, что студенты все равно будут ходить, будут любоваться, и определенно на свои холсты будут перетаскивать какие-то понравившиеся этюды. Так заведено, извините. Так очень хорошо. Ну, значит, надо гордиться тогда уже. Костенька, милая, от души поздравляю. Желаю тебе счастья. Это самое дорогое. Творческого счастья. Горит. Спасибо, Леонид Алексеевич. Хочется подчеркнуть, что выставка проработает до 21 сентября, и поэтому мы очень надеемся, что в пространстве музея побывает действительно много студентов. А сейчас позвольте предоставить слово искусствоведу Татьяне Михайловне Ломановой, также нашему большому другу Татьяне Михайловне. Пожалуйста. Ну вот, то, что эта выставка идет здесь, вот, да, сейчас много народу, сейчас мы здесь все, а вот походить по этим залам в тишине, походить по этим залам, когда здесь будет не так людно, это, наверное, все равно будет звучать какая-то музыка. Вообще, этюд, ну, для художника, это не просто набрать этюды и написать картину. В данном случае это, как бы, самодостаточное, совершенно самодостаточное произведение. И что самое главное, вот через этот этюд, видишь, даже не то, что сокровенно, а какой-то потаенный мир художника. Вот те пристрастия, которые у него есть, да, заканчивается выставка, в общем-то, картинами, портрет отца, портрет матери, родная деревня, вот, где вырос, где прошло детство, и которая сейчас любит своего художника, потому что он ей подарил замечательную галерею. Вот, и кроме этих работ, видишь, вот эту природу, эти состояния туманные. Как часто мы видим здесь в залах изображение тумана, художнику это близко. Ему близко какие-то очень поэтичные, очень беричные мотивы. Да, мы знаем, он художник разносторонний, мы этюды, и даже здесь, простите, портреты, и даже здесь мы видим портреты в первых залах индийских. Он работает и с картиной, с тематической картиной. Он делает большие пейзажи, но в этюде он, ну, как бы сам собой. И вот мы, как бы, заглядываем в этот мир художника. Вот за это большое спасибо, потому что это действительно очень трогательно, и это очень глубоко, это действительно очень проникновенно. Поэтому надо радоваться, что такая красивая выставка здесь есть. Я поздравляю вас, Константин Семенович, и дай Бог вам еще много-много и картин, и таких же проникновенных тонких этюдов. Спасибо. Но и прежде чем предоставить слово Константину Семеновичу, я бы хотел предложить всем желающим высказаться и поздравить автора с сегодняшним праздником. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть желание что-либо сказать, приглашаем вас. Доступ к телу открыт. Ну что же, я думаю, тогда настало время предоставить слово Константину Семеновичу, для того, чтобы наша выставка окончательно открылась, и мы все смогли насладиться. Константин Семенович. Для меня выставка, прежде всего, возможность встретиться с друзьями, чему я очень рад, и очень рад, что мы все пришли. Хотелось бы также поблагодарить руководство музея за то, что они обратились ко мне с просьбой и устроить такую выставку, на что я откликнулся. И, в общем, довольно сжатый отрезок времени мы эту выставку организовали и сделали. На выставке представлены работы, в основном те, которые не показываются на больших выставках. Это действительно, как Валерий Алексеевич сказал, кухня. Но кухня такая, так скажем, наполненная и энергией, и душой. Сейчас могут говорить о энергетиках разных, то есть, понимаете, о чем я. Меня тут спрашивали, за какой период. Здесь есть работы, которые сделаны еще в студенческие годы, в последнем зале портрет отца. Еще там два пейзажа. И на протяжении, ну, по крайней мере, последних 25-30 лет, в различных поездках по разным странам, это тот багаж, который я привожу с собой домой. И такой главный вывод мог бы сделать сейчас, пройдя сам по собственной выставке, что, как поется в песне, хороша страна Болгария, России лучше нет. И поэтому последний зал я посвятил своей родине. Как бы постранствовал по разным странам, возвращение благородного сына и так далее. Я очень благодарен, что все пришли. Я повторюсь, я уже забыл, чего хотел сказать. Поэтому большое спасибо всем. И наслаждайтесь. Спасибо, Константин Семенович. Со своей стороны, конечно, хотелось бы также обратить слова благодарности как самому автору, так и, конечно же, кураторам, которые готовили данную выставку и всем сотрудникам нашего музея, которые непосредственно образовали весь процесс. Ну а теперь, уважаемые гости, уважаемые друзья, позволите считать данную выставку открытой и уже в более тесном кругу общаться с Евгением вторым. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.